Ситуация с авиабилетами обострилась. В социальных сетях появилась информация, что улететь в Москву в середине лета можно будет только бизнес-классом. А это более 50 тысяч рублей. А из столицы в областном центре Колымы нет в наличии билетов с 10 августа до середины сентября. Как объясняют специалисты, связано это с порой отпусков. Магаданцы улетают в начале лета, возвращаются в конце. Однако решение имеется. Для попытки нормализовать ситуацию заблаговременно были приняты решения совместно с Аэрофлотом о ведении дополнительных рейсов. В летнюю отпускную кампанию 2021 года у нас полет осуществляется 9 рейсов в неделю. В среду и в воскресенье по 2 рейса осуществляются. Однако, рассказывают эксперты, проблема в полном объеме не решилась. Этот вопрос взял под контроль губернатор Колымы Сергей Носов. Совместно с Аэрофлотом мы вырабатываем возможные решения и по нормализации вот этой ситуации с наличием авиабилетов. В Магадане стартовала летняя оздоровительная кампания. На базе социально-педагогического центра в поселке Сокол в первой смене отдыхают 55 детей. Три отряда. В основном это ребята из многодетных, малообеспеченных или опекаемых семей. В лагере работают несколько объединений. Галилео, наука и искусство, супердетки. Все направления посвящены году науки и технологии. Кроме того, ребята в лагере еще подрабатывают, трудятся на территории учреждения и поселка. Как же отдыхают дети на площадке? У нас запланировано мероприятие с библиотекой. Филиал библиотеки у нас находится на Соколе. И бассейн посещаем. Также запланировано мероприятие у нас со спортшколой совместной. Значит, лагерь наш работает с полдевятого до полтретьего. Питаемся мы два раза в день на школьной столовой рядышком, 20-я школа у нас. Питание в лагере абсолютно бесплатно. Всего смен будет две. Каждая длится 15 рабочих дней. Вечерний Магадан решил выяснить у детей, что им больше всего нравится на площадке. Кружки, развлечения, мы играем на отряде. Мы играем, здесь гуляем. Мне нравится здесь. Мы здесь гуляем, шашками рисуем. Мы были у Александра Александровны, там опыты всякие проводим. Сегодня мы краски смешивали. А теперь хорошая новость для молодежи областного центра. Уже в 2021 году получить финансовую помощь от государства в приобретении собственного жилья смогут свыше 60 молодых семей. В 2021 году у нас значительно увеличено финансирование на реализацию данной программы. Ну, значительно это в три раза. Если сравнить, допустим, с 2019 годом, то это было порядка 20 миллионов. В 2020 году порядка 18, то в этом году на реализацию мероприятия программы выделено порядка 61 миллиона рублей. За период реализации программы обеспечения жильем молодых семей с 2008 по 2020 год социальную выплату на приобретение жилья получили 609 молодых семей или 1297 человек. Общая сумма выплаченных средств составила почти полмиллиарда рублей. За прошедшие пять месяцев у нас приобрели жилые помещения в рамках программы 10 молодых семей. И сейчас еще на выдачу у нас пойдет 53 молодые семьи. Участником программы может стать молодая семья, в том числе имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации. А также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином России, с одним ребенком и более. При этом возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье на день вступления в программу не должен превышать 35 лет. Также семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. На все вопросы о программе вам ответят по телефону 62-21-17. Мэр Магадана Юрий Гришан лично встретился с горожанами в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Жители областного центра обратились к главе муниципалитета со своими проблемами. Основные темы – предоставление жилья и земельных участков. Юрий Гришан отметил, помочь больше нужно юридически, поскольку люди не знают, в какие инстанции обращаться и как оформить заявление. В данном случае сейчас женщина была по вопросам земельного участка на улице Луговой в поселке Снежный. Оказывается, всего лишь нужно обратиться к кадастровому инженеру, провести кадастровую работу, сделать межевые планы. Мы согласимся в департаменте САТЭК с фактическими границами этого земельного участка и человеку предоставим право пользования этим земельным участком для того, чтобы заниматься личным подсобным хозяйством. Кстати говоря, участницы постоянных наших городских ярмарок, которые мы проводим на Магаданской площади. Юрий Гришан регулярно проводит прием по личным вопросам. Кроме того, магаданцы могут обратиться к заместителям мэра и руководителям подведомственных структур. Записаться на встречу можно по номеру 62-71-54. Также есть возможность обратиться за помощью по телефону 62-50-65. Прямая линия работает по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 17 часов. В исправительной колонии номер 4 управление ФСИН по Магаданской области в поселке Уптар сегодня было оживленно. Осужденным отбывающим наказание предоставилась возможность сдать нормы ГТО. Сотрудники департамента физической культуры и спорта правительства Колымы обеспечили спортсменов строгого режима как необходимым инвентарем, так и беспристрастным судейством. Метание граната, отжимания, челночный бег и другие дисциплины сегодня заключенные К-4 сдают нормы ГТО. В этом году сдачу нормативов ГТО в колонии строгого режима заявилось 7 человек. Из-за пандемии в прошлом году такое мероприятие не проводили. В исправительных колониях эти мероприятия проводятся. Мы стараемся с организаторами договариваться, чтобы раз в год сдачи норм ГТО происходили. Это способствует воспитательному процессу осужденных, в дальнейшем их социализации, восстановлении общества как полноправных граждан. Можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Нужно отметить, что вовлеченность участников сдачи ГТО и стремление к получению высоких результатов было искренной и очевидной. Было сложно, но я готовился. Постоянно занимаемся в спортзале. Администрация учреждения предоставляет нам спортзал. Регулярно занимаемся. Футбольное поле работает, играем в волейбол, в футбол. Поэтому к спорту мы готовы, к соревнованиям всегда готовы, всегда рады, когда администрация учреждения проводит соревнования. Спасибо отдельно Незмунсурующему Набееву, что предоставляет такую возможность, участвовать в соревнованиях, то, что приводится все-таки со соревнований. Вот сегодня была ГТО, сдача. Я выступил успешно, по-моему, на золотой значок. Все у меня получилось. Я очень рад этому событию. Начали! Руки в замок. Два раза тянешься? Раз фиксируйся. Два. Фиксируйся. Десять. Мужчины выкладывались по полной, и в ряде случаев при выполнении упражнения метания гранаты спортивный снаряд улетал даже на запретку. По информации от организаторов мероприятия, все семь участников выполнили нормативы на серебряный значок ГТО. Сегодня спортсмены показали хорошие результаты, но вечерний Магадан желает, чтобы нормы ГТО все-таки сдавались на свободе. Поработай, смотрите. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее.